Книга открытым оком. Вопрос по теме болезни. 1578, 6 тонн. Женщина, инфицированная СПИДом, сейчас уже на пятом месяце беременности. Врачи уведомили, что ребенок будет точно так же заражен неизлечимой болезнью. Предлагают и настаивают сделать аборт, прервать беременность. Что я должен сказать ей? В скобочах ночной звонок священника из города Тюмени. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких примеров и вариаций может быть тысячи. Ответ один. Ребенок должен жить. Мать же сама не властно распоряжаться жизнью, которая временно дана ей на сохранение. Впоследствии родившимся берет на себя Бог, жизнедавец и хранитель. Страшно и тяжело, и не дай Бог никому и спасать такое. Но для крестьянина превыше всего воля Господня. Псалом 138, 16. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Книга Иова, 10 глава, с 10 по 12 стих. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожу и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и по печенье Твое хранила дух мой. Премудрсть Соломона, 7 глава, 2 стих. Я в утробе матерни образовался в плоть, в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. В прошлые века ни у какого такого вопроса не могло возникнуть, так как о наследственности и не слышали, и потому принимали все, как от благодеяющей десницы Всевышнего, благодаря за все. Коллег и уродов жалели и несли, как крест от Бога. Иногда дитя приговорено к смерти за грех родителей, но ребенку это не повредит. Бог предусмотрел о нем нечто лучшее. Второе царство, 12-14. Но как ты этим делом подал повод врагам Господу хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Третье царство, 14 глава, 12 по 13 стих. «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя спустит в город, умрет дитя, и оплачет его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Еревуама войдет в гробницу, так как в нем из дома Еревуамова нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова